МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу после этого пройдет спартакиада лиц с ограниченными физическими возможностями. Проверить готовность объектов приехала специальная комиссия. Впрочем, особо проверять нечего. Для соревнований больше трех месяцев, а уже все готово. Черепаново выбрано, потому что есть договоренность и добрая воля руководителей самого Черепановского района и спортивных руководителей о том, что ежегодно проводить именно в Черепаново наши летние игры инвалидов. Здесь условия соответствуют уровню, масштабу и качеству проведения, качеству проживания, то есть оно выдержано на достаточно высоком уровне. Категория такая неоднозначная наших спортсменов, поэтому где-то провести в другом месте будет проблематично, начиная от мест проживания, мест проведения, заканчивая тем обслуживающим персоналом, судьями, волонтерами, которые уже знают, как нужно, что нужно. И сами участники тоже уже привыкли, знают, а для инвалидов это тоже очень важно, приехать в привычное место, где они уже знают, где и, скажем так, с каждым годом все равно, как бы хорошо ни было, все равно нет предела совершенству. Где-то новый пандус возникает, где-то новая табличка. Поэтому мы с Черепаново давно, и мы очень довольны, что они нас принимают. Огромная им благодарность. Я думаю, что мы тоже хоть и доставляем им хлопоты, но тем не менее эти хлопоты, ну, такие, скажем, социально важные, и начиная от главы и до каждого жителя Черепаново, они относятся очень хорошо к этим соревнованиям. Вот такой вопрос. Сейчас, понятно, спортсмены готовятся к этим играм. Это для них главные игры. Вообще, сколько планируется команд по вашим предварителям? Уже все равно, как бы, общайтесь с командами, со спортсменами, откуда приедут. Ну, то есть, вообще, растет вот этот вот интерес у инвалидов заниматься спортом. Ну, если не покривить душой, то интерес, он стабилизировался. И уже от соревнований к соревнованию и в зиму, и в лето участвуют порядка 22 команды, плюс-минус 2 команды. Это мы говорим о районах Новосибирской области и о районах города Новосибирска. У нас немножко специфика такая, что мы допускаем команды и районов города, и областных районов. И при том мы не обозначаем место проживания. То есть, человек может жить в Орденском районе, а выступить на Закировский район города Новосибирска. То есть, не привязываете территорию? Мы не привязываем территорию, потому что, ну, бывает так, что человек живет и один тренируется, и хочется ему выступить и выступить за команду. Ну, претензий нет, конфликтов нет, поэтому это себя оправдывает. Главное, чтобы занимались спортом, наверное. Да, ну, главное, тот спорт, он сама спортивная составляющая, она не стоит на первом месте. Спортсмен профессиональный, он тренируется, чтобы заняться спортом. Здесь вот этот форум, он как раз дает стимул к регулярным занятиям. И больше тут общения, больше того, что люди приехали, встретились с друзьями. Для нас, обычных людей, которые мы можем двигаться, сегодня мы здесь, завтра там, определенный круг общения. А для некоторых это, может быть, событие, которое он ждет весь год. И он к нему готовится, он волнуется. И он не только то, что он там выйдет на дорожку, там, плавательную и беговую, а то, что он увидит каких-то своих соперников, там, судей, может быть, вспомнит какую-то ситуацию. То есть, ну, вот это вот, наверное, где-то и важнее, чем то Петров или Сидоров станет чемпионом. Инвалидный спорт в последние годы развивает все активнее. Есть у нас и результаты на международной арене, потому сейчас для такой категории людей стараются создавать самые лучшие условия. Черепаново как раз тот населенный пункт, где спортсмены с ограниченными физическими возможностями будут и в комфортных условиях, и на лучших в области спортивных площадках. А значит, летом возможны новые рекорды. Из Черепаново едем в другой спортивный район. Здесь не так давно проходила финальная спартакиада пенсионеров. В Краснозерском районе также есть отличные условия. И как раз сейчас команды этого района активно готовятся к поездке в Черепаново на финал сельских игр. Готовятся у нас легкоатлеты команда, готовится команда по гиревому спорту. Также у нас пройдет, буквально через полмесяца стартует летняя спартакиада. Это среди муниципальных мы подтягиваем, также команды привлекаем. Также у нас рабочий поселок активно участвует в этих мероприятиях. То есть мы привлекаем население для того, чтобы отобрать команду именно для участия в сельских играх. Ну, на приметках уже есть, кто примерно поедет готовиться. Ну, то есть обидно никому не будет, попадут сильнейшие даже с деревень и сел, не только с райцентра, да? Да, конечно. Ну, как говорится, отбор должен быть отбором. То есть нужно посмотреть спортсменов и проверить их результаты, чтобы уже представляли честь района нашего. Ну, в целом, все равно же перед началом ставите перед собой, как руководите какую-то задачу, какой, в общем, зачете Краснодарский район место должен занять. Вот так, по видам присматривайте. Где-то улучшились, где-то ухудшились. Я считаю, что на место нужно, конечно, равняться как можно выше, но главное это принять участие и принять активное участие. И чтобы спортсмены были этим довольны и, как говорится, родину не опозорить. Вот в этом главная суть. То есть занять в любом случае достойное место? В любом случае достойное место и быть достойно на достойном месте на пьедестале. Почти каждый день тренировки у футболистов и легкоатлетов. Кстати, представители королевы спорта из Краснозерского района являются одними из сильнейших в области. Легкоатлеты должны привезти домой как минимум три медали. Кстати, в Краснозерском районе этот вид спорта стали развивать не так давно. Да и тренер работает на общественных началах. Однако результаты удивляют многих. Уже есть разрядники. Я просто по собственному энтузиазму веду эту группу девочек. Здесь находятся две девочки сборной. Это Француз Шарлотта. Наш спринтер на 100-200 метров и Трегубова Анна Вегина на 400-800 метров. Остальные присоединятся в день соревнований. Это наши студенты, которые также являются выпускниками нашей детско-юношеской спортивной школы. Команда у нас молодая. В основном 99-98 год рождения. В прошлом году они уже получили первый опыт выступления соревнований. В дальнейшем уже по мере занятий будет и мастерство расти. Вполне возможно, что... Могут удивить. Да, могут удивить. В прошлом году выступали, позапрошлом году, Коченева на сельских играх. У нас уже студенты, которые занимаются более 2-3 лет, это братья Бибикова, уже были призерами. То есть они сейчас занимаются у тренера Колухаева Николая Борисовича. То есть... То есть они в городе продолжают заниматься? Да, они продолжают заниматься обязательно. То есть некоторые находятся сейчас на сборах. В Киргизии приедут уже, то есть с подготовкой, с определенной. Несмотря на то, что в Краснозерском легкоатлетика молодой вид спорта, есть серьезные результаты. Вот и эти старшеклассницы уже поедут в Черепаново на равных бороться против более взрослых и опытных легкоатлетов. Заинтересовал изначально папа. Сначала занималась просто для здоровья. А затем понравилась, захотелось результат улучшить. И вот уже занимаюсь около 5 лет. Ну, сейчас предстоит тебе в составе сборной выступать через Краснозерский район, отстаивать на финале сельских игр. Вот сама на какой результат рассчитываешь? Я так понимаю, в двух дистанциях буду участвовать? Да, выбрала 400 и 800 метров. Буду стараться, конечно, улучшить личный результат. Буду стараться пробежать по личному рекорду. Ну, вот в твоем личном рекорде в призеры попасть можно? Тяжело, конечно, но можно, надо стараться. То есть планируешь достойно выступить? Конечно, хотелось бы. Будем работать, и все получится. Подготовиться на 400. Может быть, получится пробежать сотку. Вот так, там как тренер разберется. Ну, с кем-то уже, может быть, конкурентом, знаешь, какие районы будут, против кого тяжелее будет бежать. Наверное, кажется, это соревнование где-то участвовало, понимаешь, уровень. Ну, конечно. Конечно, будет тяжело соревноваться с новосибирскими ребятами. Ну, а районы у нас единственные конкуренты – это Карасук. Ну, так нет. Ну, вот сейчас снег сошел, есть возможность нормально тренироваться, беговая дорожка есть. Вот сколько времени на тренировки уделяешь, и что еще предстоит сделать, чтобы хорошо подготовить соревнования? Ну, тренировки проходят четыре раза в неделю на стадионе. Тренировка длится полтора часа. Иногда хожу бегать сама, допустим, в субботу после уроков, ну, а в среду – как получится. Готовятся попасть в финал и краснозерские футболисты. Если говорить про эту команду, то в области ее знают отлично. Ежегодно принимают участие в чемпионате Новосибирской области, а в этом году играли в финале зимнего первенства по мини-футболу. Так что сборная Краснозерского района по футболу сейчас фаворит отборочных соревнований. Они пройдут в Карасуке, а победитель отправится в Черепаново. Хотелось бы выйти в финал, ну, будем стараться, бороться. То есть главное, чтобы все наши спортсмены поддержали нас, приезжали, то есть помогали команде. Я так понимаю, у вас команда все практически учатся в городе, в Новосибирске, да? Да, в основном команда состоит из студентов. У нас как бы молодая команда сейчас обмолодилась. Взрослые ребята ушли с футбола, такие как Костя, Локтионов. Они уже мало привлекаются в нашу сборную. Но все равно играют, стараются ребята, помогают Краснозерскому району. Но в основном молодежь. Все будет зависеть от них. Ну, то есть в сборной, в которой вы повезете на отборочный этап, будут еще и те, кто в детской спортивной школе у тебя занимаются, да? Кто-то, кого-то будете привлекать? Да, много хороших игроков, Преспиритивник, Декалов, Данил, Шевченко, Кирилл, Слава, Катажнов. То есть в этом году планируем их заявить на отборочный тур. Обиднее всего вот этим девушкам. Волейбольная команда Краснозерского района, но, увы, в Черепаново не выступит. В отборочных матчах проиграли сильные дружины из Барабинска. Вдобавок, за Барабинский район играла профессиональная волейболистка Эмилия Федотова. Она, собственно, и сделала большую часть на площадке. Однако краснозерские девушки не расстраиваются. В следующих сельских играх собирается взять реванш. Если честно, не хватило совсем немножко. У меня две учащиеся в 11 классе отказались ехать из-за мероприятия в школе. Мы эту команду выигрывали, Барабинскую, буквально на чемпионате области среди женских команд. Вот этого не хватило. Пришлось брать девчонок-студенток с города, которые полноценно не тренируются. Так, изредка. Опыта чуть-чуть не хватило. Ну, вот и все. Ну, а все вам такое выступление в отборочных катапах? Довольна? Да, я довольна. Выступили мы хорошо. Барабинску мы 2-3 проиграли. Очень обидно, конечно, было. Девчонки расстроились. Я с Крюбышевым сыграли. Замечательно. Ну, я так понимаю, еще, наверное, с Барабинском сказалось, что и профессиональный игрок. Да, Эмиля там вытянула полностью всю команду, прям тянула на себе, тащила-тащила. Девчонки у них начали играть сами, Барабинские уже только где-то в конце четвертой, пятой партии начали ей помогать. А так Эмиля сделала все. Вот для этой победы, она для этого и осталась там. Ну, сейчас, понятно, финал не выше церкви игр, наверняка у вас после следующего цикла уйдет, и по другим соревнованиям готовите себя, влека ставить с удачей. В следующем году все-таки пробитие. Ну, через год, да, мы ставим. Сейчас у нас вот эта команда, у меня две девочки выпускаются с этой команды. Ну, мы вот в эту субботу поедем на турнир в село Хабары давно не ездили они нас так, там собирается Алтайский край, немецкие поселки команды. Поедем, поиграем, попробуем. Ну, и планируем, я думаю, что на следующий год мы попытаемся почаще поездить именно по женским турнирам, чтобы как-то сплотить команду и сформировать ее, чтобы она была всегда. К следующим сельским играм команда готовится уже сейчас. Тренировки три раза в неделю. Отборочные соревнования для краснозерских волейболисток стали хорошим уроком. Финал всегда пройти хочется, конечно. И мы всегда тренируемся, упорно, идем к этой цели. Ну, вот я считаю, что, наверное, вот этот турнир для вас был большим опытом и скажется в следующий год. Ну, я считаю, что да. Это всегда большой опыт, потому что там играют игроки более, ну, на высшем уровне, поэтому мы берем пример с них. Ну, вот, кстати, смотри, в Барабинске играли, там играл профессиональный игрок, который играет профессиональный и вышел веке, а Эмилия Федотова, который играет за Кайф и Фатюшку вышел. Вот что-то удалось у нее усвоить, как играть, как действовать? Ну, возможно, да. Ну, в принципе, там этот игрок играл за всю команду, можно так сказать. Она сделала все возможное, чтобы Барабинск получил финал, поэтому, конечно, на нее стоит равняться. Если для волейболисток сельские игры завершены, то для остальных турнирные баталии только впереди. Сборная Краснозерского района окончательно будет сформирована через пару недель. Конкуренция за право защищать честь района растет, так как сельские игры являются уже не первый год главными соревнованиями области. До финалов Черепаново остается всего пару месяцев. Михаил Дорошенко, Андрей Дулепов, спортивная губерния при поддержке Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. Новосибирск